Добрый день, уважаемые коллеги. Первый вопрос у нас необычный. Мы подведем итоги благоустройства и оформления, праздничного оформления города в новогодние и рождественские дни. У нас такой традиции не было, но с учетом того масштаба, размаха, благоустройства, освещения, новогоднее оформление города, мы решили создать новую традицию подведения итогов новогоднего оформления и поощрить лучшие предприятия, которые работали в этом направлении. Должен сказать, что вообще две трети всех средств, заходованных на оформление города, это средства предприятий и организаций, средства спонсоров. Город тратил меньше всего средств. Тем не менее, мы получили красивые парки, скверы, пешеходные улицы, хорошо оформленные торговые предприятия. И я считаю, что только совместными усилиями города, бизнеса, организации, предприятий, горожан можно создать такую уютную, красочную атмосферу города. И не случайно, что новогоднее мероприятие посетило рекордное количество людей, всего около 13 миллионов человек, и москвичей, и гостей столицы. Я хочу выразить благодарность всем, кто занимался этой работой. Она, мне кажется, по достоинству оценена москвичами. Позвольте вручить благодарности. За вклад в праздничное оформление города Москвы к новому 2015 году и Рождеству Христову благодарность объявлена коллективу акционерного общества МОЗ «Водоканал». Благодарность получает генеральный директор Пономаренко Александр Михайлович. Коллективу банка ВТБ. Благодарность получает начальник отдела рекламы Департамента связи с общественностью и маркетинга Чербачиди Анна Павловна. Коллективу общества с ограниченной ответственностью «Азарт Продакшн». Благодарность получает режиссер-постановщик ледового шоу «Щелкунчик» Чернышев Петр Андреевич. Переходим к следующему проекту, посвященному также развитию общественных пространств города Москвы, благоустройства города. Речь идет о голосовании на активном гражданине, вопросах, связанных с благоустройством города, с реализацией программы «Моя улиц». Мы провели два этапа голосования. Первое голосование было по содержанию этого благоустройства, что хотят увидеть москвичи в плане благоустройства улиц различных категорий. Это и магистральные улицы, и первые категории, и внутриквартальные улицы, и пешеходные улицы. И второй этап голосования – это уже перечень конкретных улиц, за какие улицы проголосовали больше всего москвичей, для того, чтобы их сделать в первую очередь. Петр Павлович, пожалуйста. Уважаемый Сергей Семенович, в июле 2014 года было вами принято решение о создании новой программы по благоустройству в названии «Моя улица». Задача, которая сделает московскую улицу, повысить их доступность, их сделать безопаснее, обеспечить комфортные условия для отдыха. 29 июля было принято соответствующее постановление правительства по этой теме. Одним из главных принципов реализации программы является учет мнений жителей города при выполнении работ по комплексному благоустройству. Для реализации поставленной задачи в рамках проекта «Активный гражданин» были реализованы два этапа голосования. Первый этап – «Моя улица», что важно москвичам, и второй этап – «Моя улица» стартует в центральном округе. По расположению улиц на карте города можно видеть, что предстоящая работа на них является продолжением работ по уже созданным пешеходным зонам в центральной части города. Улицы являются значимыми с точки зрения пешеходной и транспортной нагрузки, и, несомненно, станут еще одной визитной карточкой города после их обустройства. В настоящее время, Сергей Семенович, начата разработка проектной документации, в которой будут учтены все элементы обустройства, выбранные жителями по каждой категории улиц. И дальше приступим к реализации в установленном порядке программы, которая сформируется. Спасибо за внимание. Спасибо. Переходим к менее приятному вопросу. Погода, к сожалению, такая переменчивая, она не способствует здоровью. Как обстоят дела, Елена Евгеньевна, с ОРВИ, с заболеваниями простудными? Доложите, пожалуйста. Уважаемый Сергей Семенович, уважаемые участники оперативного совещания, я хочу успокоить всех присутствующих и доложить, что в настоящее время эпидситуация в городе Москве по острым вирусным инфекциям и гриппу остается стабильной. Управлением Роспотребнадзора организован еженедельный мониторинг. И что очень важно, Сергей Семенович, что Вы дважды до начала эпидсезона проводили оперативные совещания именно по подготовке к эпидсезону, а не просто по констатации фактов заболевших. И это позволило нам сделать очень многое. Из тех средств, которые были выделены по Вашему указанию 300 миллионов рублей на вакцинацию дополнительную в Москве, это в основном были выделены средства на те группы и на те вакцины, на которые федеральным бюджетом деньги не выделяются или выделяются в очень ограниченном количестве. Из этих 300 миллионов, вот уже пошел у нас отчет, на 120 миллионов мы запланировали приобретение вакцины против гриппа, мы привили 900, закупили 900 тысяч доз, что позволило нам вот такой вот охват населения Москвы обеспечить. Закупили дополнительную вакцину на деньги, которую выделило правительство Москвы. И учитывая положительный опыт и сезон 2014-2015 годов, мы очень рассчитываем, что в рамках программы «Столичное здравоохранение», несмотря на, может быть, сложную ситуацию, в общем, все-таки эти объемы финансирования у нас останутся для закупки дополнительной вакцины, чтобы мы вот этот вот процент, который мы взяли в этом году, мы могли удержать. Соответственно, здоровье москвичей у нас было обеспечено своевременной вакцинацией. Спасибо большое. Спасибо. Будем обеспечить тот объем, который мы достигли, для того, чтобы ситуация стабильна была в течение всего года и на следующий год. Необходимые денежные средства надо предусмотреть. Спасибо.